Доброго дня, я знаю, что сейчас масса людей беспокоится о судьбе ветеранов Донбасса, которых сегодня избили и задержали на суде над Трухановым. Хочу сказать короткую информацию, что сейчас мы находимся в Шевченковском РУВД и выясняется, что большую часть из тех 37 человек, которых задержали, оказывается, просто пригласили в качестве свидетелей для дачи показаний. Эти люди уже в некоторых больницах с поломанными ребрами, с гематомами, с сотрясениями, они у нас сейчас дают показания, что они там видели, и большую часть мы забираем. Несколько человек поедут сегодня в Лукьяновское СИЗО, и мы будем вытаскивать уже их оттуда. Это люди, которым попытаются инкриминировать какие-либо преступления, как примерно Анатолию Виногродскому, Александру Новикову, Леониду Литвиненко, Вануна Дерадзе. Это, прежде всего, Александр Федорченко, позывной Брест, народный герой Украины, человек, который вышел из-под Иловайска, не сдался в плен, вместе с своими побратимами уничтожил несколько единиц техники и был награжден, в том числе, именной сброей. Это, скорее всего, Николай Чудовский, позывной Чудо. Это еще несколько человек, я не хочу сейчас назвать их фамилии, потому что это вопрос еще решается. Сейчас идут попытки скрыть следы побоев, которые нанесены были свидетелям, как выяснилось. Ну, от Руханова отпустили, и от заступника отпустили. Потому что те люди, которые защищали Украину, они являются угрозой для нашей подобной державы. А те люди, которые разорвали эту страну, являются главными друзьями. Поэтому 18-го числа, 18-го февраля, давайте все встретимся на Майдане. И мы, и те, которые будут выпущены к тому времени из СИЗО, и те, кому судьба нашей страны не бойдужа. Я буду сообщать дальше о ходе событий.